Итак, хочу показать, как вклеивать грамотно датчик структур сканера. Здесь я его в том году вклеил, я его оторвал. Вот с обычного Leroy Merlin берем насадки, продаются их варить в ПНД. Вот они, специальные для них есть солома. И вот буквально за 5 минут я его приварил в ванну. И сейчас я буду его на эбоксидку вот сюда вклеивать, без всяких проблем. Потому что неправильно было его вклеить просто на дно. Эбоксидка растеклась, и я его очень легко оторвал. А сейчас я вот сделал специальную ванночку. Все, сейчас я залью, намешаю. И будет у нас все по-грамотному сделано. Вот, берем обычную эбоксидку с отвердителем, выливаем. Берем просто тупо его сюда, помещаем. И все. И вот сейчас вот он будет отрисовывать до 40-45 километров на полном ходу. Сейчас я его чем-нибудь прижму и оставлю на сутки, а может на двое. Выглядит как-то вот так. Ну и все, вот так молоток ставим, чтобы не всплыл датчик. Ну и примерно где-то сутки посмотрим от температуры. Так оставляем. Итак, прошли сутки. Вот он застыл. Ну думаю, даже не пачкает, даже не играет. Ну все, сейчас будем скидывать на воду, испытывать. Вот еще одно интересное решение. Может на видео мало кто видел, но вот здесь вот установлен в лодке специальный песковый ловитель. Вот видите, независимая идет труба. А у нас как пита всю грязь при выходе лодки на глиссер высасывает ее прям буквально за несколько секунд. Ну максимум минутой. И вот она за борт выливается все. Я уже показывал эту песковый ловитель, но изнутри не показывал. Сейчас покажу. Вот здесь вот он, специальные ниши. Вот оттыкаем пробку, и вся грязь высасывается туда моментально. И также можно помыть лодку. Оттыкаем пробку, и по этой трубке затекает вода. Ну ведро 2 максимум. Это очень удобно для ухода за лодкой. Также здесь, как в любом судне, обязана быть установлена помпа. Вот она. Также на всякие пожарные помпа должна быть. Вот решение. Вот она. Выплевывает за борт. Еще многие спрашивают, а как состоит с давлением? Для сброса давления избыточного на каждом баллоне опрессованы вот стоят клапана. Если давление будет избыточное, можно также спустить, либо совсем открыть, убрать золотник оттуда. Это установлено на каждом баллоне, и таких вот по лодке несколько штук. Ну, каждый баллон где опрессованный. Перед тем, как собрать лодку, каждый баллон опрессовывается. Это обязательно. В нем должно быть небольшое давление. Так же это относится и в рундуке. Сейчас покажу рундук. Открою. Вот так же и находится в рундуке. И лодка, она вот не просто спущена. Вот ее накачали буквально. Ну, ее хватает там, на день ее хватает. Ее даже в пауке оставить нельзя. Это не то, что мы ее там спустили, она там за зиму, или там она сколько стоит. Ее пытались и реанимировать, и там и накачать, и дыры искать. Она просто усталость ПВХ. Больше ничего, ну, с этим ничего сделать нельзя. Это вот, как я уже говорил, вот она. Она просто сама разлагается. ПВХ это все вчерашний день. Просто вчерашний день. Вот хочу вам продемонстрировать, что происходит с лодкой. Вот эта лодка по моточасам прошла, ну, максимум, 100 моточасов. Ну, Yamaha вот новая на ней, как она была. Ну, практически она не ездила. И вот посмотрите, что происходит. Вот она стоит, эта лодка, просто бешеных денег. Ее стоимость, ну, комплекты где-то за единицу точно, ну, на данный момент. И вот на ней практически не ездили. Вот смотрите, что с ней произошло. Вот еще один вариант. Лодка вообще новая. Просто новая, на ней вообще никто не ездил. И вот она просто лежала. Она была накачана сначала. Вот что происходит с этими, со всеми лодками. На ней вообще не ездили. Он даже мотор не ставили ни разу. Вот смотрите. Вот все, что ждет, все эти ПВХ-шки там. Как бы вы их не бронировали, что бы вы с ними не делали. Были у меня ПВХ-лодки. Стингрей у меня был. Он там прожил 10 лет. Но он просто разложился. В определенный момент он просто сгнил. Вот она лодка. Дорогущая. Все. У нее, например, начинает пропускать сам пластик. Вот она по низу, если показать, по низу. Вот ее спускаешь в гараж. Ставишь на воду эту лодку. У нее по необъяснимой причине поступает туда вода. Ну максимум 2-3 дня ее надо вынимать, спускать в воду, сливать. Кто бы что ни говорил, сейчас новый век. И вкладывать, например, бешеные деньги. И чтобы у вас потом даже слов нет. Я бы не купил на данный момент. Вот мотор стоит недешево. А вот их даже продать ее сейчас. Куда вот ее даже сложно продать. Вот новая Yamaha. 100 млн часов на ней. По ходовым качествам эта лодка. Она валит отлично. Но времена другие. И покупать, и вкладывать деньги вот в такое же то, что... Она негодная. Просто негодная эта лодка. И, кстати, вообще многие не понимают, что такое полиэтилен, и что такое канализационные трубы. Вот ПНД, вот ПНД, вот он, ПНД. Вот это ПНД. Вот это канализационная труба. Вот вы ее посмотрите, вот что с ней происходит. Вот мы ее берем. Вот это просто канализационная труба. Вот она. А вот это ПНД. Вот вы его. Это совсем разные вещи. И сравнивать, говорить, что это лодки сделаны с канализационных труб, это, по крайней мере, некорректно. Кстати, вот я еще хотел один лайфхак показать. Вот есть жидкая резина, продается в баллонах. Вот берем просто новый мотор, покрываем жидкой резиной. Я вот его не домазал маленько, надо будет полностью покрыть. И на нем ни отложения, ничего. А потом снимается он одним движением. Берем и сдергиваем его. И вот хочу показать, как выглядит аэродинамика у лодки. Потому что многие не понимают, что такое аэродинамика в лодке. Вот посмотрите внимательно, как расположена гидролыжа у лодки. Почему лодка при таком весе, 232 килограмма, валит под 70 километров? Это же не просто так сделано. У нее килеватость, посмотрите какая. Волну, волну. Это просто не передать, как она идет. Это рип. И через сколько бы времени вы к нему не подошли, он всегда будет вот в таком состоянии. Не надо его ни качать, ни трястись за него, что у вас что-то произойдет. В любой момент дня и ночи подошли, у вас лодка всегда готова. Все. Других вариантов нет. Продолжение следует.